Служба ведьмака и опасна и трудна. Не настолько опасна и уж тем более не настолько трудна, как служба на просторах улиц с разбитыми фонарями, но все же с определенными сложностями сталкиваться приходится. Стрыги, накеры, утопцы, главоглазы, мантихоры и... люди. Куда уж там соревноваться с теми, кто работает с самыми опасными всех тварей постоянно. Но даже такое безопасное занятие, как охота на монстров, все равно связано с определенными рисками, которые для некоторых ведьмаков заканчиваются смертью. Нашего же главного героя смерть до определенной поры миновала, хотя не об этом сейчас. А вот жизнь и охота на монстров определенным количеством шрамов все-таки наградила. Сегодня мы будем подробно рассматривать тельце нашего любимого ведьмака в поисках знакомых шрамов, о которых я вам немного буду рассказывать. Уверен, что как минимум в женской половине нашего канала такое подробное рассматривание тела Геральта будет интересно. Ну а перед тем, как начать, хотел выразить благодарность всем тем людям, которые ведут русскоязычную вики по ведьмаку. Всем, кто занимается переводами, особенно тем, кто пишет полностью свои материалы с нуля. По тем или иным вопросам я частенько туда заглядываю, ведь иногда просто забываешь определенные моменты из книг или игр, а то и вовсе не обращаешь на них внимания. Это очень удобно, восполнить некоторые потери в знаниях таким достаточно быстрым способом. Спасибо всем вам. Надеюсь, кто-то из вас смотрит мои видео. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. Так уж повелось, что профессия ведьмака связана с определенными рисками, и обычно их тела покрыты множеством разнообразных шрамов, полученных в еще большем количестве битв с монстрами или людьми. Порой, взглянув на некоторые из них, ужасаешься. Ведь обычный человек после таких ранений никогда бы не выжил. Благо, ведьмаки народят не простой, а мутированный, что и позволяет им выживать в невыживаемых для обычных людей условиях. Кроме того, у некоторых ведьмаков, как, например, у Геральта, есть определенные места, где они проводят дни, недели и месяцы, восстанавливаясь после очередной битвы и тратя на это восстановление большую часть заработка. На вскидку могу вспомнить, например, храм богини Милители под предводительством жилицы Наннеки, ее особых травок под куполом, которых более в мире уже нигде не найти. А также, конечно же, лес Брокелон, который я почему-то всегда про себя называл Брокколи, но вероятно, любовь к Брокколи сказывается, в котором обитают дриадочки и их целебные источники. Жизнь в этих местах ведьмаку, конечно же, спасают, на ноги поднимают, а вот некоторые шрамы навсегда остаются на память. Следует отметить, что в книжной саге упоминается лишь несколько полученных шрамов, хотя и в реальности их наверняка куда больше, учитывая особенности этой профессии. В первом ведьмаке у модельки Геральта шрамов на теле и вовсе нет, так как герой постоянно носит рубашку, которую снять совершенно нельзя. Есть только определенные бледные шрамы на лице и небольшие порезы в районе шеи от когтей Адды. А вот во второй части нам представили возможность полюбоваться на полную коллекцию шрамов во всей красе, ведь появилась моделька Белого Волка с обнаженным торсом. К третьей части столь явные яркие шрамы из второй были немного сглажены и стали менее заметными. Итак, первый шрам, о котором я кстати уже упоминал, знаком всем, кто хоть что-то знает о Геральте. Он получил его во время заказа, который сделал его знаменитым. Попутно это один из первых рассказов из сборника рассказов про Ведьмака. Также эта история рассказывается в первом вступительном ролике Ведьмак 1, и даже в этой же игре нам позволяют ее слегка переиграть. Но более того, об этом заказе и этой истории, и этом глупо полученном шраме, нам постоянно напоминают, что в книжной серии, что в игровой. Я думаю, вы уже догадались. Шрам получен от уже обращенной дочери Фольтеста Адды, которая уже после пробуждения нанесла ему точный и сокрушительный удар по шее, после которого Геральт только чудом выжил. Симпатичный, но достаточно глупый шрам. Следующий шрам, который судьбоносно повлиял на Геральта, даже, наверное, больше, чем полученный при спасении Ады, это шрам на бедре от Накеров, полученный во время спасения торговца на мосту, в ходе рассказа нечто большее. Накеры рассекли бедренную артерию, попутно заразив Геральта своим ядом. Возможно, он бы погиб. От ранения, лихорадки, заражения или очередного нападения монстров, но тот торговец решил его спасти, и вместо того, чтобы бросить там же в канаве, как поступили бы многие другие, повез его с собой до ближайшего чародея или лекаря. Все, кто читал рассказ, знают, что во время этого путешествия была одна очень важная встреча с прошлым, которая в итоге и спасла Геральта. Но была еще вторая встреча, когда путь был окончен. И я тогда просто не мог сдержать слез от такого трогательного воссоединения. И не важно, что этот шрам никак не отображен на игровой модельке Геральта, но не упомянуть о нем я не мог. Остальные шрамы не так сильно влияли на судьбу ведьмака. Например, о рубце, который пересекает грудь Геральта, упоминала в Йен в рассказе «Последнее желание», спрашивая, не попадал ли ведьмак под пилу на лесопилке. Но подробности этого боя с лесопилкой я нигде не встречал. Шрам на левом предплечье, доходящий до локтя, Геральт получил схватки с рыболюдьми в рассказе «Немного жертвенности», защищая лютика и пытаясь выяснить для местного правителя причину убийства некоторых рыбаков. Это была первая встреча ведьмака с подводными жителями. Вторая была в игре «Ведьмак 1». Там-то мы хорошенько им отомстили за полученный шрам, параллельно убив их короля или какого-то военачальника. Жалко, что в третьем ведьмаке нам не дают с ними встретиться. Еще один шрам наш ведьмак получил в книге «Кровь эльфов» в схватке с братьями Мишеля. Тогда, наглотавшись эликсиров, Геральт получил неопределенное ранение в плечо, которое поначалу даже и не заметил из-за принятых эликсиров. Кстати, это довольно полезное, но смертельно опасное свойство эликсиров. Ведьмаки как будто впадают в транс, перестают чувствовать боль. В этот момент ими движут желание убивать и выработанные годами рефлексы. Уйти живым в этот момент не может никто. Иногда даже сам ведьмак. В этот раз нас остановила и помогла Филиппа Эйнхарт. В конце книги «Башня ласточки» Геральту отрывают ухо арбалетным болтом. Но тут как со штанами Арагорна. О том, что его восстановили магией, очень вероятно, что это сделала Фрингеля Вига, никто не говорит. Но и о том, что Геральт ныне безухий, более не упоминается. А значит, я склонен считать, что его все-таки восстановили. Кстати, на удивление, но в книжной серии не описывается ни одного шрама на лице у ведьмака. Совпадение? Ммм, не думаю. Но вот в играх они нам показаны крайне красочно. Первый пересекает лоб, левую бровь, глаз и спускается к щеке. Геральт в разговоре с Цири на острове туманов упоминает, что этот шрам ему нанес куролиск из спалы. Вероятно, в период преследования им дикой охоты. Также есть горизонтальный шрам над правой бровью, косой шрам в левой части носа, вертикальный шрам параллельной линии носа справа от него. Но о их происхождении нам неизвестно ровным счетом ничего. Довольно знаковый шрам, или точнее даже метку в дополнении каменные сердца, Гюнтер-1 выжигает магией в правом виске Геральта в виде двух отдельных рун, символизирующих, ну, как бы сотрудничество. Очень многим этот шрам нравится. Есть даже моды, добавляющие его на постоянной основе. Но, как по мне, этот знак напоминает клеймо о том, что мы обязаны Гюнтеру, что мы в его власти и на его поводке. Хотя и выглядит он довольно-таки брутально, я рад, что мы в итоге от него избавились. Есть еще один шрам, о появлении которого каждый из читавших книги знает, но о котором я ранее не упоминал. Последний шрам, а точнее три отдельных шрама на груди от ранения вилами, которое ведьмаку нанес обычный крестьянин и пьяница по имени Роб. Великий Геральт из Ривии, убийца монстров, лучший мечник севера, убит крестьянином и его вилами. Судьба явно не скупится на шутки. Но это, конечно же, не все. Тело ведьмака, в том числе и в играх, просто исполосовано огромным количеством шрамов. Особо заметными из них являются. Шрам от укуса, нанесенного существом с человеческой челюстью, на левой торцепевидной мышце. Очень интересный шрам, я бы очень хотел узнать его происхождение. Глубокий вытянутый шрам в левой верхней части груди. Большой безобразный шрам в виде неравноконечной звезды справа от груди. Даже представить себе не могу, как его можно получить. А также огромное количество шрамов от когтей. В дополнение Каменные Сердца Шайня упоминает, что за период с 1271 по 1272 год, то есть за один год, у Геральта добавилось 27 шрамов. Бурные выходные, я бы сказал. Говорят, шрамы украшают мужчин. Возможно, это одна из причин, по которой девушки так любят Геральта. Но если на секунду представить, что каждый шрам, по факту мог его убить, становится как-то не по себе, и от Геральта, и от его профессии. Пожалуй, я бы не хотел оказаться на его месте, и умереть от первого встреченного утопца. Давайте пожелаем Геральту больше не получать смертельно, и просто серьезных ранений, чтобы не увеличивать и без того огромное количество шрамов. А на этом у меня все. Если тебе понравилось видео, ставь ему лайк, и подписывайся на канал. Не забывай жмякнуть на колокольчик для уведомлений. Если ты знаешь о шрамах Геральта больше, напиши об этом в комментариях, я с удовольствием почитаю. А также, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео, и на этом пока, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok